Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Полина, также известная как Парнада. И сегодня, как и обещала, буду рассказывать про то, как прошла ночная, веканская ритуальная вечеринка. Тем, кто пропустил какие-то из выпусков или просто это первое видео, которое они вообще видят, напомню, что это было. Замысел был таков. В древние времена в ритуалах очень много использовалось различных танцев и песнопений, потому что люди постоянно... Мы все представляем для себя племена такие танцующие, ритуальные танцы. Но в современном мире танцы используются намного реже, наверное, за исключением, может быть, индийских. Короче, либо совсем-совсем восток, либо совсем-совсем юг, то есть Африка, то есть африканские, ну или там худу, вот это вот всё. А если мы берём обычную магию, вот эзотерику, то танцев там вообще движения почти нет. То есть если вы возьмёте классический веканский ритуал, вот просто первый попавшийся вам на просторах интернета, то это будет ритуал, в котором вы ходите по кругу, в котором вы ходите от одного угла круга к другому, и в котором вы стоите перед алтарём. Всё. В общем-то это классический ритуал, и это немножко даже обидно, потому что в движении вырабатывается очень много энергии, это очень хороший способ привлечь энергию в свой ритуал. И мы захотели поэкспериментировать. Формат ритуала был закрытый, то есть мы не приглашали туда всех, мы не делали никаких объявлений, мы приглашали только по приглашениям, простите за тавтологию, да, чтобы, ну, помимо того, что мы должны были быть хотя бы более-менее уверены, что человеку этот формат будет интересен, а второй момент, так как мы располагались на участке одной из участниц, то есть у неё там дом и участок земли, располагающийся рядом с домом, да, то она, ну, всё-таки вот единственное, что я беспокоила, да, это чтобы какие-то неадекватные личности не пришли. В связи с этими двумя вот, да, факторами ритуал был только такой по приглашениям, только для тех, кто вот готов в этом всём участвовать. Вот, собственно, у нас собралось 8 человек, из них трое были мужчинами и пятеро было девушек. Вот, было очень весело, интересно, на самом деле было достаточно эпично. Потом отмечу один момент, который мне вот, ну, потом по измышлениям вот было интересно отметить. Вот, я отмечу отдельно работу Арсентия, потому что я думаю, что если бы его не было, ритуал был намного скучнее. Нам удаётся с Арсентием, когда мы собираемся вместе устраивать какой-то трэш-эпик. Я не знаю, может быть, это такая характеристика Арсентия, надо у него, кстати, когда-нибудь спросить, он со всеми у него такой трэш-эпик, или это вот, я тоже что-то могу, короче, или это просто Арсентий молодец. Вот, не знаю, действительно удалось бы так весело, интересно, если бы не он, потому что в определённый момент мы включили духаст, он начал слэммиться, мы что-то друг на друга рычали там, грудью друг друга там били, в общем, довольно забавно было. Потом он достал две такие большие головешки из костра, головешки, ну как, то есть вот такой толщины бревно, где-то, наверное, с руку даже больше длиной. И он вначале одну достал, начал этим махать как каким-то огненным мечом, потом вторую, потом вот какие-то там два меча, потом один отдал мне, я прошла по кругу, всё очистила там, покрутила, повертела, потанцевала, потом мы друг с другом вот это покрутили, повертели эти головешки, потанцевали. То есть я очень вот, вот в этот момент я единственное, о чём жалела, что я понимала, что все сейчас находятся в ритуале, все сейчас этим вот заняты, да, и никто не снимает. Это было так обидно, боже, потому что это был очень классный момент, очень, он энергонасыщенный очень-очень сильно был. Вот. Пободили хороводы, это очень большая кардиотренировка, то есть реально очень много энергии вырабатывается во время ритуальной практики, включающей в себя движения и танцы. Но единственное, я отмечу ещё такой момент, было холодно, в воскресенье, ну, ночью вообще холодно, да, плюс и в принципе погода сейчас не жаркая, и когда мы были вне ритуала, я вообще сидела завёрнутая в спальник, спальник, который, да, плюс там пяти вообще, то есть это вообще какой-то очень тёплый спальник на самом деле. Но потом, в конце, в самом, утром уже, да, мы молились за двух девушек, там, за здоровье, направили вот эту вот энергию, да, на здоровье и всё такое. И я вдруг понимаю, что вот пока я молюсь, вот я вылезла из спальника, у меня стучат зубы, и вот сейчас я стою, я не двигаюсь, я просто стою над человеком, положив руку на спину и на грудь, да, и мне не холодно, мне даже вот даже жар какой-то вот есть вот внутри, который течёт по рукам, по ногам, это вот, ну, это вот действительно классное такое ощущение, мне оно очень нравится, я его часто замечала во время ритуалов, я считаю это признаком течения энергии, а может это просто адреналинчик, как знать, вот, если у вас есть научные данные, пишите, звоните, записывайте другие видео и в ответ кидайте, да, будет интересно узнать. Но, в общем и целом, во время ритуала и так само по себе вот это вот ритуальное ощущение, оно само по себе бодрит, да, и плюс ко всему само движение было просто жарко, то есть если так я сидела, у меня была майка с длинными рукавами, свитер и спальник, то так я вообще просто в майке с длинными рукавами ходила, и то, я думаю, если бы, если бы ещё чуть-чуть, я бы вообще её сняла, короче, вот, потому что разговоров, кстати, об оргиях, об обнажённых ритуалах тоже, как обычно, много, а в очередной раз замечу, что века не любят поболтать на эту тему, а готовы ли они к этому участвовать, мы узнаем ближе к октябрю. Если кому-то интересно участвовать в подобных экспериментах, я имею в виду с обнажёнными ритуалами, с ритуалами с эротическим подтекстом, или даже зайти куда-то дальше, то, пожалуйста, пишите мне, но пишите в личку, потому что это очень тонкий момент, который нужно обговаривать и обсуждать. И сразу скажу, что я не обещаю вам, что вы мне напишите, и я вас по-любому притащу на такой ритуал, мы планируем где-то осенью его делать, может быть, октябрь или начало ноября, но всё это будет очень подготавливаться, очень скрупулёзно, в том числе отбором участников. Но мы к этому тоже готовимся. И отдельно скажу, я в очередной раз понимаю, насколько людям сложно расслабиться и отпустить себя вообще полностью в полёт. То есть даже мы это заметили, когда был ещё ритуал обнажённый, который у нас был в прошлом году, или в этом году, я не помню, это была эта зима. И я понимаю, что вот здесь тоже, то есть многие, у меня было ощущение, что они не решаются на то, чтобы вот что-то такого, да, да чтобы их просто завертело, закрутило, и там, не знаю, я в определённый момент вообще на землю палу, начала там землю руками бить, что-то там вообще. То есть реально, если ты расслабляешься, у тебя вообще вот все мысли из головы, то есть не ты двигаешься. Эта энергия движется вот через тебя, и она выходит в мир. И это прекрасное ощущение. И мне хотелось бы, чтобы все участники ритуала это ощущение поймали. Ну и естественно, это был первый такой ритуал. Я надеюсь, что эти вещи будут продолжаться, будут интереснее, веселее, и люди будут ещё более расслаблены. То есть это был только первый шаг, вот. Но было интересно. Мне интересно послушать отзывы людей. Ну, так-то, в общем-то, все ответили, что было круто. Но вот именно такого вот плана, то есть насколько удалось расслабиться, чувствовали бы всё равно скованность или ещё что-то. То есть это такой важный, на самом деле, момент во время групповых ритуалов полностью уметь отключать своё вот это социальное я, которое говорит, на меня смотрят, на меня глазеют, а как это выглядит со стороны. Если вы хотите устраивать ритуалы... Нет. Может быть, если вы хотите устраивать ритуалы и не отключать эту штуку, вам стоит воспользоваться какой-нибудь церемониальной магией. Там всё прописано, там всё чётенько по сценарию, одёжки, там всё как надо. Но если вы хотите включать в свою практику общественные ритуалы, где вы можете достичь какого-то, да, ритуального духовного экстаза, это требует умения вообще полностью отрубить вот это вот. Вот, о боже, на меня смотрят, а вдруг я глупо выгляжу. Если смотреть холодным разумом со стороны на человека, который бьётся в экстазе или в каких-то там, не знаю, конвульсиях, да, конечно, это стрёмно. Это всегда будет выглядеть стрёмно. Может быть, просто нужно смириться с тем, что ты дебил и будешь выглядеть стрёмно. Вот. В общем, это был мощный опыт, я могу сказать это точно, и мне очень понравилось. Я хотела бы, чтобы этого было больше. Арсений тоже сказал, что ему было мало. Но мы в определённый момент прервались, и вот вместо того, чтобы сразу вернуться к танцам, то есть мы прервались, наверное, где-то часа в четыре на то, чтобы поесть, в четыре утра. Да, вот. И мы что-то сели, там начались обсуждения, а потом мы начали откровенничать в том плане, что у нас была такая полуигра, полуритуал, когда каждый участник, каждому участнику задаёт... То есть мы так бутылочку крутили, на кого выпало, тому каждый участник задаёт любые вопросы, он должен честно ответить. Вопросы были в том числе какого-то совсем личного характера, да, или вопросы были общего характера, это уже сам человек решал. Но, в общем, вот это вот всё, там пошли какие-то уже размышления, измышления. Арсений довольно большую речь толкнул на тему своего жречества, да, и служения. И вот такой вот момент, который был вот... шёл наверх. В общем, мы его не продолжили, мы его отпустили спокойно, да, и мы не вернулись дальше к танцам. И я не знаю, лучше это или хуже, но в любом случае было мало. Хотя я думаю, что даже если бы мы танцевали до утра, всё равно было бы мало. Вот, мне было мало вообще, мне, в принципе, мало. Я хочу больше танцев, Вики. Вот, надеюсь, этот опыт повторить обязательно, не только в тёплое время года. Можно снимать какие-нибудь танцевальные залы, устраивать там какой-нибудь трэш и эпик. Это будет весело и интересно. Вот, на этом заканчиваю свой рассказ. Присоединяйтесь к последующим ритуалам. Помните такую интересную вещь. Если вы хотите, чтобы вас приглашали на закрытые ритуалы, вы должны быть социально активными. Если вас знают только в интернете по паре строчек, вряд ли вас кто-то приглашает, кто-то вообще вспомнит о вас или задумается о вас как кандидате на ритуал какого-то такого более закрытого типа. То есть вас могут пригласить, но вас скорее пригласят на какой-то открытый ритуал. А если вы, ну, а чаще всего люди не хотят на открытый ритуал, потому что типа, ну, блин, это скучно, там всё как у всех, зачем мне, в чём смысл. Вот, хочется на что-то продвинутое, хочется на что-то интересное, хочется на что-то, что идёт дальше обыденного. Но для того, чтобы до этого дойти, нужно вначале показывать свою активность, общаться, дружить, приходить на открытые ритуалы, показывать себя, чтобы вы были на виду, и тогда человек о вас будет помнить и думать, а, вот я помню, там девушка была на ритуале или там парень, вот он ко мне как-то заходил, книжки брал в Виканской библиотеке, вот я бы его пригласила на этот ритуал, я думаю, ему было бы это интересно. Он вообще такой вроде адекватный, там, интересный молодой человек. Вот так это происходит, понимаете? Поэтому не обессудьте, пожалуйста, за такой формат, но это такая, да, вот такой лайфхак для тех, кто жаждет чего-то большего, но именно социального, да, то есть вы хотите прийти на какой-то общий ритуал, но вам неинтересно приходить на банальные открытые ритуалы, где всё банально, в смысле там просто проводят стандартный ритуал с загадыванием желаний и, в общем-то, там, какие-то записочки сжигают, четверти призывают и потом чаепитие, посиделки и так далее. Да, это банально, но это одна из ступеней. Вы не можете залив на 10 этаж, не пройдя в начале 1, 2, 3, 4, поэтому проявляйте свою социальную активность, и она будет углубляться и двигать вас дальше. Естественно, если вам это нужно, если вам это нафиг не нужно, я вообще не про вас. Всем удачи, всем хорошего вечера, хорошей недели, пока!